Каждый понедельник таскаем в атаку воду. Бочки воды большой семье хватает меньше, чем на неделю. Чтобы ее наполнить, приходится сделать как минимум 20 рейсов с тяжелыми ведрами с улицы на второй этаж. Делать это небезопасно, ведь лестницы в двухэтажке кривые и скользкие. Да и сами квартиры страшные. Потолок правее, с окна вот-вот выпадут наружу, а сгнившие стены ветер продувает буквально насквозь. В таких экстремальных условиях Елена живет уже более 10 лет. А таких, как она, в Енисейске много. Ведь большинство домов здесь построено еще в прошлом веке. У нас очень старый дом. Кривые полы, видите, да? Очень холодно. Печку топим два раза в день. И ждем переселения, как маны небесной, в благоустроенное жилье. Мечта Елены – квартира в одной из двух пятиэтажек, которые строят в городе по краевой программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Сюда переедут 150 семей. Проверить качество всех работ сюда приехал губернаторский контроль. Натяжные потолки, линолеум, пластиковые окна, туалет, ванная комната – все это придирчивые контролеры осмотрели очень внимательно и пришли к заключению. 90-квартирный дом уже готов практически на 100%. А вот во втором здании – дел еще непочатый край. Строители прямо у крыльца замешивают цементную смесь. В квартирах сверкает сварка, монтируют электропровода. Министр строительства края потребовал составить четкий график работ и усилить контроль за их выполнением. Это будет очень тяжело, конечно. Мы будем контролировать ежедневно. Если будут вдруг какие-то просадки, будем принимать экстренные меры. У нас нет вариантов этот дом не сдать. Первые жильцы должны переехать в новые квартиры уже в начале декабря. Сейчас городские власти готовят для этого все необходимые документы. Сегодняшний день 90-квартирный дом. Все квартиры, жители сформированы, оформляются документы, запрашиваются какие-либо дополнительные и так далее. И завершается работа по формированию уже именно жильцов в 60-квартирный дом. Эти пятиэтажки заселят те, чьи дома были признаны ветхими и аварийными до 2017 года. Еще около 40 домов расселят позже. Они войдут уже в следующий этап краевой программы. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей, Новости.